привет друзья давно не было именно перевозок все чаще у меня какие-то технические темы на канале но это связано с тем что нормальных перевозок стало не то что мало их практически нет и кто напишет что они есть что все это фигня тот немножко лукавит скажем так короче с прошлых видео в принципе знаете что я чуть-чуть в другую сферу ушел и теперь я совмещаю перевозки плюс ту сферу в которую я ушел пока что я не не буду рассказывать потому что там все очень сыро и непонятно вот поэтому перевозок на канале стало меньше и сегодня выходной день а я очень люблю кататься по выходным дням и у меня минимальная перевозка этих клиентов я вожу постоянно они очень часто меняют квартиры киеву поэтому это просто квартирный переезд ничего абсолютно интересного в этой перевозке конечно же нету но пока еду решил рассказать о тарифах и о своих мыслях поделиться ими значит о тарифах тарифы упали ниже плинтуса и принципе на разных сервисах я мониторю тарифы и меня это настолько печалит что ну просто я не знаю как можно соглашаться на такую фигню единственное что еще меня радует это то что была заявка помню перевести пианино или рояль неважно я думаю что кто работает перевозкой знает что это такое с грузчиками со всеми вытекающими последствиями с перевозкой с машиной за 500 гривен вот это люди не забирают то есть это вот это тот порог когда люди говорят любой человек любой перевозкой горит они ну на такое за такие деньги я уже делать не буду я же себя уважаю хотя на самом деле были вот такие вот заявочки их специально по выписывал чтобы просто над ними поржать да собственно и вам показать значит так сейчас номер раз значит с левого берега я специально не буду греточные адреса дабы не было потом бомбежки в комментариях шума это мои знакомые перевозчики и так далее такие ситуации уже были поэтому не будем будем обобщен значит левого берега в когарлыцкий район там километров по моему 150 в одну сторону люди хотели вести короче кучу вещей там кровати такая всякая фигня за 750 гривен вот то есть в две стороны там километров 300 получалось вот такой вот ценник так идем дальше что у меня тут выписано значит с пучи на левый берег тоже куча всякого хлама типа стиральная машинка диван короче куча техники там телевизор и вся херня плюс 2 грузчика внимание цена 900 гривен то есть ну я не знаю может это кому-то и нормально я считаю что это издевательство так идем дальше но это полная жесть значит с грузчиками с двумя надо было перевести некий шкаф высотой метр семьдесят парам пам пам с двумя грузчиками из киева в суммы за 500 гривен но это вообще на голову не налазит я не знаю вот это самое интересное слева на правый берег значит с грузчиком с одним цена 270 гривен стопа едет ребят наверно такси уже стоит дороже ну или где-то примерно в ту же цену что просто жопу отвезти но это мы в принципе обсуждали уже миллион раз так идем дальше что у нас тут есть еще интересно значит справа на левый берег 2 тонны значит четыре полета люди хотели отвезти за 800 гривен но две тонны как-то многовато те кто берут конечно перегрузы те молодцы но блин две тонны полтора тонны бус но это вот так что у нас тут еще есть интересного сейчас я посмотрю что-то еще я выписывал так вот справа берег на право по правому берегу значит забрать балам балам какие-то вещи это все с грузчиком естественно отвезти на адрес и потом в тот же день вечером забрать адреса отвезти обратно цена всему 500 гривен вот так вот два раза мотнуться шо там ерунда машина жрет вообще говно вот значит справа на левый берег габаритный груз пять метров длина два метра ширина значит пятьсот гривен я не знаю это какую машину надо пятитонник трехтонник чтоб влезла 5 на 2 е-мое я так понял материал хлипкий его толком не поставишь руба ну и последняя на сегодня это у нас чё тут чё тут по правому берегу а ну вот это та роялька о которой я рассказывал которую в принципе никто так и не повез и я не знаю просто к чему это все идет может вы мне напишите в комментариях как вы относитесь может быть есть какие-то перевозки которые в принципе нормальные по тарифу и самое интересное что все вот это просто расхватывается как нарячие пирожки то есть я еще раз убеждаюсь в том что да я правильно сделал что петлянул с перевозок вожу только постоянных клиентов нашел себе второе занятие которое я умудряюсь совмещать с перевозками и при этом выходят неплохие деньги вот кто-то скажет что можно по вот таким вот минимальным тарифом гаситься только надо просто целый день работать делать заявок 7 так а смысл пред машина же убивается просто очень жёстко короче связи со всем этим я решил придумать следующую авантюру кто давно смотрит за каналом тут знают принципе шо была у нас группа в которой мы делились заказами между перевозчиками дабы не давать поток клиентов фирмам которые просят очень большую комиссию так вот я решил создать такую же группу только в ней будет совершенно другие правила а правила в ней будут такие никаких правил есть группа с перевозчиками она на первых порах пока будет наполняться людьми будет бесплатно а потом она сто процентов станет платная потому что это было проблемой прошлый раз вот я не буду еще раз объяснять для чего она будет платная кому не по пути не нравится это вся затея тут просто не участвует и все без всяких излишних так вот не будет никаких правил есть перевозка не можете сделать да не вопрос оставьте просто оставьте в этой группе и если она там допустим стоит у вас 500 гривен выкиньте ее за 300 кто-то возьмет а вы потом напишите что возьмешь 500 200 скинешь мне вот то есть любая комиссия любые цифры пожалуйста кто нашел гораздо в этой группе пишите спросите вы чем будет отличаться эта группа от других тех типа как грузоперевозки 24 и так далее это куча такие макси бусы и так далее да все очень просто она будет отличаться тем что ты свой заказ можешь отдать туда ты отдашь и с концами тебе никто ничего не заплатит никаких комиссионных то есть там есть свой диспетчер который насыщает эту группу заказами в нашей же группе заказами буду насыщать основную массу я потому что пробил и некоторые выходы на заказы туда будут скидываться заказы разного типа дорогие дешевые все подряд вот и собственно водители сами то есть тот кто катается по дешману скидывает по дешману заказ и в принципе комиссии может и не увидеть потому что никто за 300 гривен может не захотеть поехали а те кто ездит там 600 гривен по 500 по 600 то что сейчас оправданно на сегодняшний день могут реально кинуть за 400 и сотню под заработать потому что тот кто ездит по 360 или по 400 канила или по 360 400 будет вообще за счастье человек который дороже заработает нормально день в принципе схема очень простая а ну и плюс к этому можно взять заказ естественно можно поторговаться будет за заказ что не чувак но это гонево давай как-то там за 500 и если у тебя там бюджет всего 500 перевозки ты либо ты в ноль отдаешь либо тот кто выкинул заказ звонит клиенту и говорит ну короче есть человек который поедет там за 550 чтобы себе какую-то комиссию там поднабить ну как то так я все это вижу то есть никаких ограничений не будет каждый включает свою маленькую хитрость вот соответственно такая группа такие есть мысли ее создать и я думаю что под этим же видео будет уже ссылка на нее потому что чего тянуть станет она платная я думаю уже с 2020 года то есть до конца этого года будет тестовый бесплатный режим потом это короче станет все платным делом по известным причинам я уже объяснял что не лезли диспетчера и остальные нахлебники которые просто ну такая группа существовало как группа уже существовал и и и и просто опошляли всякие люди которые диспетчера левые левых людей не было сейчас тут так трудно дороге просто 6 вот чтоб левых людей не было группа будет плотно соответственно сразу скажу что она не будет стоить дороже трех гривен в день я считаю что это просто это копейки вот и все и таким образом можно очень сильно повлиять на рынок перевозок потому что судя по прошлой группе очень серьезно пользоваться спросом вся эта история вот поэтому такие вот новости я думаю что в выходу этого видео будет уже создана эта группа будет ссылочка внизу точнее сто процентов будет ссылочка внизу ну а сейчас я буду ехать на адрес перевозочка хоть и минимальная расскажу в цифрах перевозка будет стоить 600 гривен плюс загрузчика будет сто гривен час естественно два часа минималка но грузчик заказан один и если там много вещей то естественно что будет три часа соответственно добавится час в машине и час к грузчику а это означает что неизвестно успеется за два часа или не успеется а поэтому остается интриг значит мы шо правильно встретимся после того как я выгружусь для вас пройдет секунда для меня очень много времени и очень много сил и калорий я затрачу вот поэтому до встречи через секунду расскажу как закончилась моя перевозка и так друзья закончил я перевозку все естественно сложилось как нельзя лучше значит во первых вещей было не так уже много и вообще не сложно даже несмотря на то что не было грузовых лифтов болин тут что выезда нету еще блин с этих чигирей фиг выезд найдешь так так вот то сейчас разберемся да блин тупик собака вот несмотря на то что нету грузовых лифтов перевозка прошла нормально даже очень даже круто потому что был еще и помощник который помогал это все носить ну короче блин не перевозка мечта значит уложился я в два часа все нормально у них еще 10 минут времени я уже уезжаю поэтому 800 гривен пробег получился что-то район 40 километров потому что точно не знаю еще не доехал до дому ну по самой перевозки где-то на километров 35 где-то так чуть-чуть поносил абсолютно там мешочки сумочки без проблем вообще такая вот собственно получилась у меня перевозка по поводу всего остального конечно же напишите в комментариях что думаете по этому поводу но в любом случае это я по поводу группы любом случае группа будет создана потому что есть люди которые вполне адекватно отреагировали на такую группу на такую группу поэтому для них собственно и много людей пишут где вот взять бы работу где взять бы работу где поработать вот поэтому для таких людей будет собственно и создана эта группа и в ней будем делиться заказами я думаю что все у нас получится немного подтупливаю потому что вроде и помню этот район а вроде и не помню вроде все уже вспомнил вот поэтому на этом все друзья подписывайтесь на канал пишите свои мнения ставьте лайки да и собственно на этом все пока